МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Почему жители Жизказгана получают две квитанции за электричество? Кому нужно платить? Скандал в школе для одаренных детей Дарын. Чем недовольны родители? Почему ответы показали другим родителям до нас, которые тоже не поступили, а нам сказали, не покажем запрет управления образованием? Вопросы земельной реформы были обсуждены на встрече Акима области Нурмухаммеда Абдебекова с Коалицией демократических сил. Скандал в школе. Недовольные результатами вступительных экзаменов родители пятиклассников атаковали администрацию школы для одаренных детей Дарын. Несколько мамочек утверждают, что школа намеренно скрывает результаты экзаменов, потому что их сфальсифицировали. Они намерены добиваться правды, а руководство учебного заведения ссылается на управление образованием. Дескать, запрет был сверху. В ситуации разбиралась Аймамрина. Сначала нам сказали, что дадут черновик, а потом на месте не дали. Сказали, решайте так. Но задачи были несложные, я ответила на все правильно. Дельна Серик – отличница. Она мечтала учиться в Дарыне с младших классов. Вступительные экзамены были несложные, говорит школьница. Но учителя обманули их, сказав, что дадут черновик в классе, а на деле велели решать все в уме. Несмотря на это, девочка была уверена в своих силах и очень расстроилась, увидев свою фамилию в списке непоступивших. Задачи были несложные, мы решали такие и в своей школе, но я почему-то не прошла. Мама девочки Нурмира и еще несколько родителей также уверены, что их дети сдали экзамены хорошо. Они сомневаются в правдивости выставленных на сайте баллов, так как руководство школы не хочет показывать им экзаменационные листы. Также их подозрения подогревают то, что детям вместо ручек на экзамене давали карандаши. Пускай они покажут результаты. Естественно, мы сомневаемся, ведь карандаш можно истереть. А вместо нас прошли детки, которые учатся послабее. Администрация школы категорически отказалась показать результаты. С их слов, на то был приказ управления образования. А в управлении ответили, что это вообще внутришкольный вопрос, и они к этому отношения не имеют. Почему некоторым они все-таки показали, никто объяснить не смог. На вопрос о записях простым карандашом также педагоги ничего ответить не смогли. Конкурс есть конкурс. Понимаете, конкурс есть конкурс. Конечно, более подготовленные, более мотивированные, более математически ориентированные дети поступили. Конкурс есть конкурс. Если кто-то не поступил, то никак нельзя вот эту вот работу, которая проходила прозрачно, объективно, сводить к нулю. Но родители настроены серьезно. Они готовят письмо в прокуратуру. Аймам Ринатолий Генрошитов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Вопросы земельной реформы были обсуждены сегодня на встрече Акима области Нурмухамбета Абдебекова с Коалицией демократических сил. Среди приглашенных представителей политических партий Ахжол и КНПК, Ассамблей народа Казахстана, Ассоциации предпринимателей, профсоюзов, имам областной мечети Умирзак Хажебекужа, епископ Карагандинской и Шахтинской Эпархии, РПЦ, Отец Себастьян и наша съемочная группа. На сегодняшний день в Казахстане работает комиссия по земельной реформе. В ее состав вошли 75 человек. Это депутаты парламента, члены правительства, представители государственных органов, политических партий, агробизнеса, ученые и гражданские активисты. Думаю, что как раз в том числе площадка вашей традиции – это один из тех инструментов, которые мы должны активно задействовать для выстраивания вот этого правильного диалога со всеми слоями нашего общества, чтобы проводимая работа нашла адекватные отклики со всеми населения. И весь этот процесс именно сопровождался и проходил в конституционном поле, в законодательном русском. От Карагандинской области в состав комиссии по земельной реформе вошел председатель филиала Союза фермеров Казахстана Абдуллад Рыбеков, который в ходе данной встречи выступил с докладом. «Нам дано время, чтобы в течение недели, чтобы я, например, связывался с крупными товаропроизводителями на сельскохозяйственном, и средними, и мелкими товаропроизводителями, с тем, чтобы послушать их мнение, обобщить и потом внести свое предложение. Я вот так тем летом не занимаюсь. Я потом выслушу всех, кто хочет внести предложение, чтобы я мог потом обобщить и внести такое предложение принято в следующем посетении комиссии». Президентом страны Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым объявлен мораторий на ряд норм земельного кодекса Республики Казахстан, в связи с чем все спорные и проблемные вопросы должны решаться в правовом поле. Создана рабочая комиссия по земельной реформе под руководством первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан Бахаджана Сагентаева, которая рассматривает все предложения, выдвинутые казахстанцами. Всех жителей нашей области призывают действовать в рамках установленных норм законодательства, не поддаваться провокациям отдельных лиц, приглашающих вас на несанкционированные митинги и другие акции. «Людям не стоит беспокоиться и выходить на митинг. Не нужно поддаваться влиянию людей, которые недостаточно хорошо осведомлены в данной сфере. Государство желает нам только лучшего. Помните, поддавшись на эти провокации, мы можем в один день разрушить все, что нами построено за годы независимости. Сегодня, как никогда, важно сохранить самое главное достояние нашей независимости – мир и согласие казахстанского общества. Мы – единый народ Казахстана, и от каждого из нас зависит будущее нашей страны». В завершении встречи всеми участниками было подписано обращение Коалиции демократических сил «Казахстан-2050» Карагандинской области, которым призвали всех жителей нашей области действовать в рамках установленных норм законодательства, не поддаваться провокациям отдельных лиц, призывающих на несанкционированные митинги и другие акции. Екатерина Афанасьева, Улжас Габасов, Александр Цирикидзе. Первый карагандинский. В конференц-зале Акимата Карагандинской области состоялось заседание общественного совета, на котором были рассмотрены вопросы по земельной реформе. В цели широкого обсуждения земельного кодекса на заседании были приглашены более сотни общественных деятелей области, блогеры и представителей крестьянских хозяйств, этнокультурных объединений, руководителей политических партий, молодежных и неправительственных организаций. Заседание общественного совета области на повестке «Актуальный земельный вопрос. Обменяться взглядами, разобраться и прийти к общему мнению» пригласили общественных деятелей, блогеров и, разумеется, самих фермеров. «Необходимо детально разъяснять население через средства массовой информации руководителей предприятий, учреждений, организаций все нормы земельного кодекса, требующие своего изменения и дополнения, показывая, что принятие не только улучшит развитие малого-среднего бизнеса по АПК, и в первую очередь для граждан нашей страны, но и увеличить количество рабочих мест». Руководитель областного управления земельных отношений Аян Шалмагомбетов рассказал о новшествах земельного законодательства. Свои мнения высказали и общественники. Они заявили о поддержке инициативы главы государства, о введении моратория и всестороннему обсуждению земельного кодекса. «Земельный сельхозназначение на сегодняшний день, пока желающих, чтобы кто-то пришел и сказал, давайте из того же Китая, в нашу Карагандинскую область, именно что полностью взять, даже пока еще желающих и заявлений не было». «Я считаю, что президент правильно сделал, что наложил мораторию. Этот закон будет, вы знаете, как он говорил, что будет возвращен на доработку, мажорист, где будет также, он принят с теми поправками, которые будут мы с вами вместе должны внести те или иные поправки, которые хотели бы видеть и хотели бы иметь наши сельские товаропроизводители». По поручению у главы государства была создана комиссия о поземельной реформе. В ее состав вошли 75 человек – депутаты обеих палат парламента, члены правительства, представители госорганов, политических партий, агробизнеса, ученые и гражданские активисты. Кроме того, в комиссии будут по одному представителю от регионов. Нашу область в ней представляет Абдулла Туребеков. «Если иностранцы попытаются приобрести земельный участок, собственность, используя ухищрения, такие как фиктивный брак, покупка доли в твой или просто захочет купить землю на вторичном рынке, то в органах густиции ему в любом случае будет отказано в регистрации таких прав». Комиссия будет работать в открытом для СМИ режиме, чтобы максимальное число казахстанцев получили достоверную информацию о ходе дискуссии. Запущен специальный портал – jerturala.kyz, где будет размещаться вся информация о работе комиссии. Там же пользователи смогут задавать интересующие их вопросы и оставлять свои предложения. Будет работать и специальный колл-центр. А.М. Амрина Александр Цирикидзе, первый карагандинский. В Караганде состоялся брифинг на площадке региональной службы центральных коммуникаций, на котором стало известно, что сельхозпроизводители Карагандинской области будут поддержаны на сумму 8,4 миллиарда тенге. Подробности далее. В 2016 году предусмотрены меры государственной поддержки агропроизводственного сектора в сумме 8,4 миллиарда тенге. Из них на растениеводство выделено 2 миллиарда тенге. Эти деньги будут направлены на поддержку семеноводства, субсидирование стоимости гербицидов и минеральных удобрений, субсидирование стоимости услуг по подаче воды для сельхозпроизводителей. На животноводческую отрасль выделено 3,8 миллиарда тенге. Они будут направлены на субсидирование ведений селекционной работы, поддержку разведения племенного скота, на удешевление стоимости молодняка, а также на повышение продуктивности и качества продукции животноводства. Благодаря данным мерам государственной поддержки у нас ежегодно увеличивается удельный вес племенного скота. В настоящее время удельный вес по крупно-рогатому скоту по области составляет 2,6%, по обцам 4,3%, по лошадям 1,3%, по свиням 29%. По данным программе сельхозпроизводителей области приобрели 4917 голов племенного крупного рогатого скота, 786 голов лошадей и также 5580 голов овец. На настоящий момент из 6 тысяч предприятий агропромышленного комплекса и фермерских хозяйств Карагандинской области государственную поддержку в виде субсидий получают 4200. В 2016 году вводится новый вид субсидий. Для этого выделено 58,1 миллиона тенге. Он предусматривает решение вопроса первого НДС. Как вы знаете, в настоящее время перерабатывающие предприятия уплачивают НДС, так как приобретают сырьем личных, также фермерских и христианских хозяйствах, которые не являются платить как НДС. Это приводит к удорожанию конечной продукции переработчиков и заготовителей, соответственно снижает их конкурстоспособность. Для решения данного вопроса введен новый вид государственной поддержки в субсидировании заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса сумма НДС. В 2016 году в сфере агропромышленного комплекса реализуются 39 инвестиционных проектов общей стоимостью более 35,3 миллиарда тенге с созданием 1155 рабочих мест. В рамках второй пятилетки в карту индустриализации включены 10 инвестпроектов, а ПК на сумму около 20 миллиардов тенге. Из них в 2016 году запланирован запуск пяти проектов общей стоимостью 3,2 миллиарда тенге с созданием 374 рабочих мест. Екатерина Афанасьева, Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Впереди короткая реклама, а после продолжим выпуск. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. В Карагандинской области разгорается скандал. Две компании из Жисказгана не могут поделить потребителей электроэнергии. Население не знает, кому платить, ведь счета поступают от двух поставщиков, один из которых, кстати, должен возместить почти полмиллиона граждан более двух миллиардов тенге. Все подробности у Аймам Рене. Социальная напряженность у людей сейчас. Они не понимают, кому платить, кто является кем. Эльвира Алпамбаева живет в Жисказгане на протяжении многих лет. Со слов женщины, такого бардака раньше у них не было. Сейчас люди получают по две квитанции за электричество. Одну присылает компания Жисказган Энергоспыт, вторую – Казэнергоцентр. У людей накапливаются долги. Ни с одной из компаний Эльвира договора не заключала. А выяснить, есть ли у поставщиков электричества публичные договора, тоже не получается. А между тем ее долг растет с каждым днем. Выступать стали, что Казэнергоцентр является гарантирующим поставщиком электроэнергии. Все стали платить туда. Сейчас у нас приходит питанца с Жисказган Энергоспытом. У меня лично до 20 тысяч уже. Жисказган Энергоспытом. Но я плачу Казэнергоцентр, потому что нам сказали, гарантирующим поставщиком электроэнергии является Казэнергоспытом. Специалисты департамента по регулированию естественных монополий разводят руками. С их слов, ограничить работу одного из поставщиков они не могут. Свободный рынок, дескать. А вот люди могут написать отказ от услуг одной из компаний. Но и тут палка о двух концах. Ни один энергетик не отпустит клиента без погашенного долга. А определить через розетку, чье электричество к ним поступает, жители не могут. Дарем советуют людям обращаться в суд. В части выставления двух питанцев, как было озвучено, мы передали на предмет наличия признаков уголовного выступления в части машинистов. Мы со своей стороны рассматривали пределы к нашей компетенции, приняли меры и направили сейчас материалы в департаменте пределок организма. Также сотрудники Дарем пояснили, в реестре услугодателей Казэнергоцентр по Жизказгану не числится. Для того, чтобы его зарегистрировать, компания должна предоставить данные о количестве обслуживаемого населения. Их численность должна превышать 35% всех жителей. А вот компания Жизказган Энергосбыт задолжала жителям области более 2 миллиардов тенге. Почти полмиллиона абонентов полтора года переплачивали за электричество. С каждого киловатта компания незаконно взымала около 6 тенге. Мы хотим донести потребителям о том, что каждый имеет право обратиться в суд и самостоятельно взыскать эти средства Жизказган Энергосбыт. Имеется такая практика уже у нас в Балхаше, в Жизказгане. Потребители непосредственно в гражданском порядке обратились, выиграли процесс. Жизказган Энергосбыт обслуживает практически всю область. В декабре 2014 года компания самовольно подняла тариф за свет почти до 21 тенге, но доказала свои расходы лишь на 13. Судебные тяжбы длились полтора года. И вот Верховный суд обязал монополиста снизить тариф, сделать перерасчет и вернуть сверхприбыль потребителям. Кроме того, предприятие выплатит полумиллиардный штраф. Айам Амрина Исламбеку Спан Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В Караганде переименовали улицу Шахтостроительной. Ей дали имя одного из первостроителей шахтерской столицы Супыжана Ашляева. На торжественные открытия переименованной улицы приехал известный казахский композитор Искендер Хасангалиев. Он, как оказалось, является зятем покойного Ашляева. Подробности далее. Торжественное открытие пилона состоялось в присутствии родных и близких покойного Супыжана Ашляева. Полотно, прикрывающее фотографию заслуженного труженика, стянула его супруга, 94-летняя Орнтай Сирикбаевна. Она поблагодарила власти города, а также жителей за оказанную ее семье честь. «Мои дорогие соседи, жители Караганды, власти, выражаю благодарность за то, что увековечили память о моем супруге Супыжане. Это большая честь для нас». Собравшихся поздравил аким города Нурлана Убакиров. Он пожелал благополучия потомкам Супыжана Ашляева и отметил его заслуги перед жителями шахтерской столицы. «Дорогие аксахалы, земляки, сегодня мы присутствуем на событии, которое отдает дань уважения нашему прославленному земляку, ветерану труда Супыжану Ашляеву. Он является одним из первостроителей нашего города. Вся его жизнь, самоотверженный труд связан со временами становления угольного бассейна». Теплые слова о своем тесте сказал и великий композитор Искендер Хасаналиев, отметив, что при его жизни и ныне никогда не считал себя в этой семье зятем, а чувствовал себя сыном. Между тем, благодарность за поддержку в переименовании улицы высказал и средний сын покойного Серик Ашляев. «Майкадуки во дворце культуры, майкадука собирались, примерно 200 человек, карагандинцев, которые бурно обсуждали в процессе переименования нескольких улиц, но в конце концов проголосовали за переименование двух улиц. Это Кошхарваева и Шексастриди, и наша улица. Это общественность. Для нас это была самая главная оценка карагандинцев и мнение карагандинцев о том, что это нужно». Вот в этом именно доме некогда жил Супажан Ашляев. Ранее эта улица называлась «Шахтостроители», ведь в 1952 году все эти дома были построены управлением шахтостроителей. Сейчас в этом доме живет супруга покойного и часто приезжают его потомки. Продолжаем выпуск. В этом году абайские чтения проходят в 17-й раз. Творчеству великого поэта в нашем регионе уделяют огромное внимание. Школьники из 5-го по 11-й класс сегодня вышли на сцену Казахского драматического театра имени Сакена Сифулина. И наизусть рассказывали стихи и исполняли песни Абая Кунанбаева. В областном туре абайских чтений участвует более 60 конкурсантов. Все они являются победителями городских и региональных туров. Напомним, в каждом районе города и области прошли отборочные туры. Участники, занявшие первые места, проходят еще один смотр. Теперь уже областной. Лучшие участники конкурса продолжат участие в республиканских абайских чтениях, которые пройдут в Восточно-Казахстанской области в селе Абай. Участники поедут и увидят своими глазами, где жил Абай. Они посетят те места, в которых был Абай, ходил. Они смогут прочитать свои стихотворения возле памятника Абая. И посетят, конечно, мавзолей Абая Шакарима. Я думаю, это очень хорошая возможность для учащихся, которые стремятся быть лучшими и пропагандируют произведения стихотворения Абая. Основной целью данного конкурса является воспитание молодежи в духе казахстанского батриотизма, пропаганда казахской литературы, в том числе произведений Абай Шакарима, которые являются истоком развития казахского литературного творчества. Областные абайские чтения проходят по трем номинациям. В первой участники должны прочитать наизусть стихотворения великого поэта. Во второй номинации участники должны исполнить песню «Кюй» Абая. А в третьей ребята готовят свои авторские стихотворения. Некоторые конкурсанты знают не менее 300 произведений Абая. Нурдаулет Марат основательно готовился к этому конкурсу. Я приехал с Каркаралинска. Уже не первый раз принимаю участие в этом конкурсе. Мне очень нравится творчество Абая Кунанбаева. Мой преподаватель очень хорошо занимается со мной, поэтому я знаю так много стихов. В состав жюри вошло 9 человек. Все они известные люди Караганды. Работники театра, преподаватели вокала, доктора науки, профессора. Именно они определят лучшего из лучших участников, который будет защищать честь нашей области на республиканском конкурсе. Екатерина Афанасьева, Исламбек Аспан, Александр Циркидзе. Первый карагандинский. В Караганде полицейских наградили за раскрытие особо тяжкого преступления. В ДВД Карагандинской области торжественно перед личным составом наградили троих сотрудников за раскрытие особо тяжкого преступления. Подробности в сюжете. Торжественное награждение полицейских за раскрытие особо тяжкого преступления провел заместитель начальника ДВД Карагандинской области полковник Ардак Интыкбаев. Он вручил полицейским наручные часы, а также денежные премии за то, что Архат Садуакасов, Талгат Ильясов и Игелик Алтынбеков задержали преступника, который в Центральном парке ограбил 39-летнюю женщину, вырвав из ее рук сумочку. Ориентировка вовремя поступила, и вот взяли мы потерпевшую на борт и начали отрабатывать. Вовремя отработки увидели подозреваемого, который показали потерпевшего, она познала и указала на него. Полицейским понадобилось всего 15 минут, чтобы поймать 25-летнего злоумышленника, на днях освободившегося из мест лишения свободы. При задержании выяснилось, что этот человек подозревается в изнасиловании школьницы, которое было совершено несколькими днями ранее. Задержать мужчину смогли благодаря тому, что женщина сразу обратилась за помощью по номеру 102. Стараемся максимально в короткие сроки пребывать, в короткое время пребывать на место совершения преступления. Один недостаток, это наши граждане, это дело в том, что поздно обращаются к нам, то есть на телефон 102, когда незамедлительно при совершении преступления, если граждане наши незамедлительно звонят на 102, то у нас есть реальная возможность еще задержать данного преступника. От четких и слаженных действий полицейских зависит дальнейшее раскрытие преступления, а вежливое и внимательное обращение с гражданами повышает доверие населения, отметил Ордак Интыкбаев. Екатерина Афанасьева, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. И еще об одном. Уже в ближайший понедельник, 23 мая, в центре бокса имени Серика Сапиева, впервые в истории Караганды выступит известный российский эстрадный певец, заслуженный артист Российской Федерации Стас Михайлов. Карагандинский зритель будет приятно удивлен масштабами шоу-программы «Только хиты». Важная информация. По просьбам карагандинцев, стоячие места напротив сцены переоборудованы в сидячие. Все желающие еще могут приобрести билеты в центре бокса и в ЦУМе на первом этаже. О новостях на сегодня все. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49. Приятных вам выходных. Амансово Волгстер. Редактор субтитров А.Семкин